Приветствую всех! Вы на канале Древняя Генжа. Если вы еще не подписаны на мой канал, приглашаю вас подписаться. Несколько дней назад Азербайджан вернул Армении 5 диверсантов, которые прибыли в Карабах с оружием в прошлом году уже после окончания войны. Эти уроженцы Ширакской области Армении были приговорены в Баку к 6 годам тюрьмы по целому ряду обвинений. Нам остается лишь догадываться, по какой причине Баку решил передать этих военнослужащих Еревану. Мнения здесь могут быть разные, от передачи карт минных полей до открытия Зангизурского коридора. Как бы там ни было, можете быть уверены, что Баку получит от этого обмена максимально возможные выгоды, ибо не будет больше так, что каждые переговоры проходят с выгодой для армянской стороны. Да и вообще, армяне должны были понимать, на что они идут, посылая своих военнослужащих с оружием на азербайджанскую землю после подписания трехстороннего соглашения о перемирии между президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Хитрые армянские стратеги решили, что они могут отправлять в азербайджанский Карабах своих диверсантов, которые будут убивать азербайджанцев и организовывать диверсии, в том числе очередное минирование дорог, а потом спокойно выводить их через Лачинский коридор, как сложившую оружие армянскую армию. Друзья, некий армянский политический деятель Ашот Белян недавно дал интервью информационному ресурсу «Калибер Азет», в котором заявил, что то, что 44-дневная война закончилась, совсем не означает, что закончился конфликт между армянским и азербайджанским народами. Ни конфликт, ни война отнюдь не позади. «Может быть, азербайджанцам кажется, что все уже позади, но я так не думаю. Более того, армянское общество так не думает», заявил политолог. Ашот Белян, азербайджанцы так и не думают. «Как же может быть прекращен конфликт, когда с вашей армянской стороны до сих пор не подписан мирный договор? Если кому-то и не нужен мир, то в первую очередь армянам. Почему вы тормозите мирный процесс? Почему ваш армянный премьер до сих пор не подписал мирный договор? Народ же его поддержал на выборах. Почему вы разрешаете разного рода реваншистским организациям мутить воду и портить воздух в армянском обществе? В ваших же руках не кол власть. Так используйте же ее для восстановления мира в регионе. Начинайте наконец-то же мирные инициативы между своими соседями. Хватит мечтать о чужих землях. Займитесь наведением порядка и благоустройством на вашей земле. А то зарясь на чужое, можно и свое потерять. Кто там у вас правит? Кочарян может быть? Или сарксян? Действуйте, Никол. Пора уже признать официально на бумаге, что Карабах это азербайджанская земля и нет никакого народа Карабаха. Да, конечно, есть армянская община Карабаха. То есть, есть армяне, которые родились в азербайджанском Карабахе. И никто их оттуда не собирается выгонять. Они вправе остаться там жить и будут иметь равные права с азербайджанским населением, точно так же, как сегодня многие армяне живут во всех городах Азербайджана. Ашот Белян говорит, что сейчас в Армении такая ситуация, когда можно открыто говорить о наболевшем. Но важно, чтобы разговор был не внутренним, не внутриармянским, а между двумя народами. Вы там между собой что-то говорите, а мы между собой. Есть руководители двух стран, которые иногда говорят друг с другом. А вот диалога между двумя народами нет. Этот диалог необходим, чтобы эта мрачная и постыдная для двух соседних народов 33-летняя летопись конфликта закончилась. Даже если азербайджанцы и армяне и вынуждены жить по соседству, то нужно сделать так, чтобы мы дарили жизнь, а не забирали ее. Но пока такого диалога нет. Ашот, конечно же, диалога нет. А откуда ему взяться, когда у вас там в Ереване готовы растерзать человека только за то, что у него на джинсах нашли турецкий флаг? Эти ребята были простыми парнями из Ирана. Я уже даже не помню, туристы или простые рабочие. Флаг был маленького размера, и это ж надо заметить и принять за шпионов. Вызывать полицию? За что? За флаг на джинсах? О каком диалоге может идти речь? Может вам пора начать с себя? Да, если вы долгие годы внушались своим гражданам, что турки это зло. Видишь турка? Бей турка! Ненавидь турка! Сегодняшнее молодое поколение с молоком матери впитало в себя ненависть к Азербайджану и всему азербайджанскому. Нужно что-то с этим делать. Но армяне должны начать с себя. И перестать винить Азербайджан во всех своих бедах. Если вы сегодня называете Азербайджан зачинщиком войны в Карабахе, то, во-первых, вы должны вспомнить, что Азербайджан около 30 лет старался мирными методами решить карабахский вопрос. Но это вы, армяне, уперлись и всячески препятствовали мирному урегулированию карабахской проблемы. Мало того, ваш министр Давид Танаян еще объявил о какой-то новой стратегии под названием «Новая война – новые территории». Некоторые глупцы угрожали, что даже дойдут до Баку. Хочется спросить у этого глупца Ашота Закаряна. Ну что, дошли? Где же ты, Ашот? Почему ты замолчал? В то время, когда Азербайджан требовал мирной передачи Карабаха из семи прилегающих районов Армении и Азербайджану, армяне устроили очередную провокацию в Тавузе. Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении села Мунджуглу Тавузского района. Так что перед тем, как называть азербайджанцев виновниками и зачинщиками войны, вы бы лучше задумались над тем, каково это быть беженцем 30 лет и не иметь возможности вернуться в свой дом в Карабахе. И особенно больно осознавать, что те, кто изгнал тебя из твоей родины, теперь еще и живет в твоем доме. А потом, кстати, вы эти дома еще и сжигали. Легко жечь дом, который ты не строил, правда? И это я еще не сказал про хаджалы, про армянский вандализм над историческими ценностями, про уничтоженные целые азербайджанские города, про ракетные удары по Гянже и многое другое. Так что Ашот Белян, для того, чтобы был хоть какой-то диалог между Арменией и Азербайджаном, нужно сначала завершить диалог в самой Армении. Ведь похоже, что сами армяне не хотят мира. Ведь если бы хотели, то как минимум декларировали бы его на бумаге. Я, друзья, рад, что справедливость все-таки восторжествовала. И исконные жители Карабаха, азербайджанцы, могут вернуться, если уж не в свои дома, то по крайней мере на свою родную землю, где похоронены их предки, над могилами которых поглумились те же армянские вандалы. Друзья, огромное спасибо, что досмотрели ролик до конца и поставили лайк. Это ваша благодарность за мой нелегкий труд. С вами был Павел. Всем удачи!